Скажите, какие недостатки у вас были выявлены на ферме и какие приняты меры к этому строению? Один из главных недостатков у нас была, как говорится, неправильная выпайка молозивом телят. Это мы устранили, то есть усиленный контроль. Подержа практически у нас молодняка отсутствует за последний месяц. Ну, я надеюсь, это не связано с сокрытием? Нет. Сокрытие у нас, как говорится, был один случай, но... Но вы понимаете, какая ответственность наступает за это? Да. Ответственность щетко осознают, а потому отныне контроль за работниками по видеокамерам. Это одно из хозяйств Брестского района по масштабам, как и по результатам, уверенно держится в топ-5. Как говорят, коллектив сложился, зоотехники и ветеринары с опытом. Вместе с тем не обошлось без проблем. В нашем хозяйстве имел место нарушение проворачивания скота. На это было вынесено представление прокуратуры. Есть всегда человеческий фактор. Как бы мы ни старались, работники прокуратуры нас, как говорится, контролируют, держат в тонусе. Повторный визит в хозяйство уже во главе с заместителем генерального прокурора. Причины поддержа скота анализируют в целом по стране. По факту они сводятся к двум основным. Нарушение технологий кормления приходится 55% случаев гибели, нарушение содержания свыше 40%. Как я делал с сохранностью скота? С сохранностью в этом, допустим, за 4 месяца мы сократили поддержку скота на 35% к уровню прошлого года. Основной массив недостатки устранен. Это касается как и по соблюдению технологий, так и по наведению порядка. То есть в целом можно сказать, что работа проведена очень большая и она дает положительные деньги. Многочисленные и еженедельные проверки прокуратуры в сфере АПК выявили ряд хронических болезней хозяйств по стране. Где-то системно, где-то точечно. Безхозяйственность, попустительство в технологиях, кадровый голод. Болевые точки прятали за припесками. Вместо того, чтобы решать, нездоровую тенденцию удалось преломить. Все тайное становится явным. Проблемы, которые раньше решали на бумаге, теперь решают предметно. В коровниках так за начало года количество уголовных дел, возбужденных за сокрытие падежа, в стране сократилось вдвое. Поле зрения прокуроров и оборот крупного рогатого скота. В стране вскрыли преступные схемы по реализации КРС физическим и юридическим лицам, которые не занимались их разведением и выращиванием. Для этого использовались убойные площадки системы потребкооперации, и это на глазах у службы ветеринарного контроля. Руководство отдельных хозяйств, в общем-то, совместно в сговоре с Ивановским райпо, скрывали падеж скота. Таким образом, в общем-то, принимали, скажем, одну здоровую, упитанную голову, а на это место списывали несколько, скажем, точек. И получалось, что по одному из хозяйств 211 голов таким образом, так скажем, ушло. Плюс ко всему еще, конечно, недобросовестные работники райпо тоже манипулировали с весом и в связи с этим совершали хищение больше. На сегодняшний день установлены факты хищения более чем на 50 тысяч рублей. Особого прокурорского надзора требует исполнение поручения президента по миллиардации земель. Только в Брестской области на эти работы выделили из бюджета 150 миллионов рублей. Освоение указанных средств может иметь скрытые коррупционные риски, которые неминуемо сказываются на ликвидности продукции средств и их конкурентоспособности. При этом, проведенные прокурорами проверки в Ляховичском и в Пинском районе показали, что бюджетные средства не всегда используются эффективно. Праведливый надзор и добросовестное исполнение обязанностей – тандем, который в конечном итоге оставит в плюсе каждую из сторон. Ведь всех объединяет одна цель – продовольственная и экономическая безопасность страны. Кристина Протасовецкая, Санислав Пекарский, телекомпания СТВ, Брестская область.